День добрый, а у нас в Люблине перший снег. Витайте на нашем канале. День добрый, в Люблине зима. Так, уже видно, у нас червони носы, на улице мроз. Очень, очень зимно, но еще так на календаре листопад. Пока Виктория собиралась, снег немного растаял. Но мы все равно пойдем снимаем немного снежной Любли. Сегодня вечером был такой большой снег, а сейчас нет. Но Иранка дала рады рано накручить красивую зиму. И сейчас, конечно же, покажем. И все равно ночью был очень большой. Осень еще не отдает свои права, а зима уже пришла. У меня, ну, листья такие желтые, красные, со снегом. Это очень красиво. И первый снег. Причем такой очень красивый, густой, но скоро он растает, к сожалению. Сейчас посмотрим на красоту природы. Боже, какая красота. Посмотрите, сколько снега. Посмотрите, сколько снега на эти веточки. Он обсыпается. И зимный окрес не очень любимый, потому что тяжело крутить, немного зимно в руках, немного зимно в дворах, и очень тяжело говорить. Но мы сильны. Так. Не видно, не видно. Идем на солнце. Идем немного. Треба погреться на солнце. Ооо, как хорошо. Мы пока вышли на улицу, снег почти растает. Мы в этом фильме, сейчас покажем, как Иранка рано спacerовала, и какую красивую зиму, такой первый, правдивый снег накручила. Мыслимо, что вам будет интересно смотреть это. Так, потому что в листопаде этот снег выпал. Так. А зима, еще нужно ждать, когда она будет настоящая. Первый снег – самый лучший. Так. Ооо, дети лепят бабу. Так. Шоу-тра weirdки. Так. Он не любит ‑‑ Сказали в visualize. Куртика. поднюсенький такой песок, почему гость нас не полюбил. Натальяна. Вот очень красивое название улицы. Фармацевтично. Так, кто близко есть к названию улицы? Уважайте, вот так слизко на улице можно ездить. Я ещё не привыкла к такому. Так, забащи. Я привыкла к тому, что ещё осень. Я легко одета. Но на улице уже так. Трохи зимно. Надо одевать шубу уже. А где ты видела у меня шубу? Мам, ты чёплые куртки? Не, мех одевай. Так можно без песка. Трохи, он нас не Барзе захцет видеть. А ты милая. Чипотяга. Какая плитка после снега. Красиво. В меху таком. Первый снег всегда выглядит очень-очень сказочно. Поэтому, когда за окном пролетают первые снежинки, мы одеваемся и при возможности сразу идём на улицу. Минуты, когда идёт первый снег, кажутся очень-очень сказочными. И на минутку может показаться, что ты возвращаешься обратно в детство. В одном из наших фильмов нам написали, что мы спacerуем около хороших домов, чтобы найти богатого Поляка. Но было бы хорошо, если бы так было. Но когда ходим, так спacerуем, мы действительно никогда не видели Поляков. Так. Такое очень красивое помещение, когда ходишь, на всех деревьях снег, а под снегом такие еще желтые листья, какие-то ягоды, зеленая трава, пятки. Это так очень красиво выглядит, как какая-то декорация. У нас в Одессе еще очень тепло. Где тепло? Там плюс два. Ну так, было десять позавчера. Ну так, немного тепло. Но здесь уже тоже зимно и снег в некоторых регионах есть. То есть, не так тепло. А ведь это, что, родительство, очень любие, пока жиренка, вот так работает. Виктория, да, шикарно. Так, так. И все еще. Довольно? Так. И можно ищи домой. Когда в прошлом году зеленка спецеировались мы по улицам Люблина, это была первая наша такая настоящая поиска зима в прошлом году, то никогда не думали, что и ту зиму будем спать в Люблине. И так разговаривали мы вчера и так сразумели мы, что за месяц уже Новый Рок. И, правда, честно говоря, мы не думали, что мы будем здесь еще раз святовать и Божье народное польское и Новый Рок. Нашему каналу больше года, и мы снимали день неподлеглости в прошлом году. И думали, что это мы снимаем последнее видео. Потом мы снимали Божье народное, мы думали, что это последний год мы в Польше. Потом мы снимали Новый год. И вот прошел уже год, а мы все еще в Люблине. И уже снег нас не очень удивляет, да, мы к нему привыкли. И погода холодная уже нас тоже не очень удивляет. В общем, мы постепенно ополячились. Мы нашли какие-то такие красивые ягоды. Я не знаю, что это. Как будто бисерка, мусы. Посмотрите. А, какие шквятки мы уже были. Это такой колорованный. Супер. Мы, как всегда, исследуем польские растения. И зимой, и летом. Так. Чем и гим, но... Биологи. Аж все не можно мувить. Деревья еще желтые, но в снегу. Вверх в снегу. Низ желтый. Так интересно. Из рынка только вышлишь мы полгодины тому на улицу, а уже хотим вернуться и пить хербату. И уже это видно по носу и рынке. Он такой червоный. Может, и у меня, но солнце свечи не видно. Мы еще морально и физически не готовы к морозу. Ну так, в доме уже не так тепло, как бы мы хотели. Не комфортно ни на улице, ни в доме. Так. Так. Видите, я уже мой такой зимовый польский каптор. Я такая... На самом деле снег очень густой. Но я даже не могу снимать, он мне мешает. А его на камере не видно. Я не знаю, как это все. Я не знаю. Зашли мы из рынка в рынку. А тут есть... Крое божье народение. Режные товары для дома, для хоинок. Иренка, конечно, что-то увидела. Но Иренка, не. Идем и домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще на улице зима, снег, а мы с Ренкой купили такие виногрона, бедронцы молдавские. У нас тут называющие виногрона Молдова. Кидыщ на вечмелищ мы в дому на подборку такие виногрона, ибо залюбились мы их есть. Еще совсем недавно, когда была золотая красивая осень, наша мамуля сделала такой вот прекрасный осенний букет, который еще долго будет украшать наш дом. Я предложила Виктории сделать полезный домашний чай. Так, и забачицу мамы. Так, забачицу мамы. Маем липу из Украины. Еще собирали мы летом с Викторией, может даже у мамы где-то есть видео или фотографии. И мы ее так много насобирали липы, шиповника. Я говорю, Виктория, мама, привезите хоть немножко в Польшу. Оно здесь все есть, но хочется свое домашнее, родное. Мы взяли вот такой вот липу, польский золотарник, липа украинская, золотарник польский, шипшина, шиповник, не знаю как по-польскому, тоже украинский. Вот мы сегодня славно потрудились. Это как бы ярышник, это шиповничек, шиповничек и шиповничек, викачки и нам. Вот такая красота, вот так мы постарались. И у меня та польская. И то бендже, то мамын пропис на хербаты. Так, и то бендже у нас польско-украинская хербатка. Венстера с Бенджемой Робич. И это очень полезно. Мы мамын такой термос, то у нас называется еще из Украины. Ехали с ним в зиму, киды была война. И то все в термос. Так. Так. Липа. Вот видите, вот у нас липа, она даже не потемнела. Ей два года. Кто-то поправ не срубил, она. Ну да. Она у нас дома высушена. Дома. Летом. Так. Ой. Давай еще. Мяту туда. И шиповник. Не душа мамы той липы из Украины. Вот она ведь торопка из Украины. Наш хит написанный. Так. А, то мятка. Ага. То тоже из Украины. Так. Так. Сюда мы сложили мяту. Я уже показала. А сюда шиповник. Забыли мы с Викторией сказать, что здесь не только шиповник, здесь еще и боярышник. Так. Что значит редко делаем этот чай? Мама завжи родная. Мама завжи то родная. Ну ладно. Так. Укроп. Сегодня в такую пасмурную, унылую погоду мы испекли такой тортик. Долматинец. Иранка уготовала такие. Мы шлим же бардзо смаченный бисквит. Да. Бисквит и заварное тесто. Так. И Тарас. Бенжем и есть. И мы шлим же вечер. Бенжем у нас у Данны. Сейчас мы его попробуем. Он как птичье молоко. Уже готова херба, уже готова частка и чека на нас. Венц. 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 Украинскую, польскую. Страв. Барду смаченную. Так. И пробуем, Виктория. Жить мы все, кем же был, у всех, где считаешь, был у данный день, у данный вечер, с такими смачными частками и с чеклосмачным херба. Я хотела сделать так. Я также ее запомнила. Вкусный чай. Сразу, когда пьешь этот чай, чувствуешь себя дома. То мало, не завтра, но больше, чем сто. Ну, у нас дома очень красивая посуда, красивые чашечки, красивые чайечки, красивые тарелочки. А тут мы такие, обцокраемцы. Нет, так же, обцокраемцы. Уходцами есть, так же. Мы ничего купить не можем. Но мы не о том. Смачный чай. Так, будем пробовать пирог. Я уже ем, а ты только будешь пробовать. Он еще не такой мягкий, моего только сделает. Ну, то все, нам смачного. А вам удано, удано и просто фантастичного вечера. До видения. Бузячки. До свидания и бузячки. Сидим мы с мамой, с Викторией разговариваем и вспоминаем и говорим, что не думали мы, что когда мы собирали эту липу, этот шиповник, мы будем их пить в Польше, в Люблине. Жить, сейчас потрофили заскочить.